Сочи прибыли верховные судьи стран ШОС. Совещание впервые проходит в Сочи. Администрация города готова подписать застройщиками проблемных домов мировые соглашения, но исключительно в интересах жильцов. Нет новых автобусов, не будет и работы. Глава Сочи потребовал через суд расторгнуть договор с двумя перевозчиками. В Сочи пройдет спартакиада среди нациобщин, а этнофестиваль перенесут на лето для туристов. Совещание верховных судей стран Шанхайской организации сотрудничества впервые проходит в Сочи. На встречу в Олимпийскую столицу были приглашены руководители высших судебных инстанций стран-членов ШОС – Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. В совещании также приняли участие полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов и глава Краснодарского края. Как отметил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, обсуждение вопросов развития правосудия на таком уровне вносит значимый вклад в международный диалог. Совещание проводится с 2006 года и вносит значительный вклад в международный диалог, обеспечивает взаимопонимание по ключевым вопросам осуществления правосудия, проведение противодействия терроризму, экстремизму, борьбе с незаконным оборотом наркотиков, отмыванием денег и другими видами транснациональной преступности. Уверен, что работа столь представительного международного форума будет проходить в дружественной и деловой атмосфере, позволит выработать и подписать совместные заявления участников сегодняшнего совещания, которое позволит расширить сотрудничество между Верховными судами нашим государством. Участников совещания, председателей Верховных судов стран ШОС поприветствовал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Руководитель региона пожелал делегатам плодотворной работы и результативных решений для совершенствования судебной системы. Для меня большая честь приветствовать вас в государском крае. Сочи стал одним из немногих российских городов, которому выпала честь принимать председателей Верховных судов стран ШОС. Суды играют важную роль как в судьбе отдельного человека, так и всего региона. От судебных решений зависит в том числе и социальная стабильность, и экономическая безопасность нашего края. В России много красивых городов, современных городов, но выбран Сочи. Он по-настоящему восхищает, особенно когда тебя встречает по-дружески с традиционным размахом русского гостеприимства. Еще раз благодарю российских коллег и лично Вячеслава Михайловича за высокую организацию. От имени Верховного суда и судейского сообщества Кыргызской республики позвольте поприветствовать всех участников 14-го совещания, председателей Верховных судов, государств, членов Шанхайской организации сотрудничества и выразить глубокую признательность за высокую организацию данного мероприятия и теплый прием. Добавлю также, что судьи Краснодарского края каждый год рассматривают сотни тысяч дел, и нагрузка на них одна из самых высоких в нашей стране. Коллеги, сегодня вы будете принимать решения, обсуждать, которые помогут сохранению мира, стабильности, укреплению взаимного доверия и улучшению качества правосудия. Я хотел бы подчеркнуть, что сегодня, наверное, один из самых основных и важных запросов общества, запросов людей, это запрос на справедливость. И реализацию этого запроса они связывают, конечно, в первую очередь с судебной системой. Поэтому я уверен, что сегодня именно от вас зависит, насколько судебная система, в какой бы стране она ни была, была объективной, была справедливой. Взаимодействие руководителей высших судебных органов стран, членов Шанхайской организации сотрудничества позволяет вести постоянный диалог по широкому кругу вопросов, которые представляют взаимные интересы и способствуют сотрудничеству. Участники 14-го совещания уделили особое внимание борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также незаконной миграцией. Дело о хищениях при закупке оборудования для перинатального центра Сочи передано в суд. В Краснодаре по обвинению в мошенничестве перед судом предстанут директор и финансовый директор строительной компании «Кубань». Между главным управлением строительства Краснодарского края и этой компанией были заключены два государственных контракта на строительство перинатального центра в Сочи. В их рамках компания помимо строительно-монтажных работ обязалась поставить и медицинское оборудование. По данным следствия, в 2016 году директор и финансовый директор компании, злоупотребляя доверием заказчика об условленном ранее благоприятно сложившихся финансово-хозяйственных взаимоотношений, сообщили ложную информацию о выполнении ими обязательств по оплате медицинского оборудования поставщику, предоставив лишь возможность убедиться в его наличии. В результате представители главного управления строительства подписали акты выполненных работ и обеспечили поступление на расчетный счет строительной компании денежных средств в размере свыше 77 миллионов рублей. Позже поставщик оборудования в связи с отсутствием оплаты расторг договор через суд. В результате противоправных действий, обвиняемых бюджету Краснодарского края, причинен ущерб на сумму свыше 77 миллионов рублей, поскольку поставщик сейчас имеет право распоряжаться медицинским оборудованием как своим собственным. Уголовное дело передано в суд. Администрация Сочи готова подписать застройщиками проблемных домов мировые соглашения, но исключительно в интересах людей, которые уже живут в домах, признанных судом-самостроями. Сегодня в мэрии состоялась встреча главы города Анатолия Пахомова с жильцами незаконных новостроек. Большинство застройщиков осуждены за самовольное возведение в Сочи многоэтажек на землях ИЖС, где разрешено строительство только индивидуальных домов не выше трех этажей. Под контролем прокуратуры сейчас находится 180 незаконных объектов. По каждому дому из этих, которые я сказал, 180, дана уголовная правооценка всем, включая от недобросовестных застройщиков, что к которым привели в настоящее время к указанным последствиям, а также должностным лицам, чьи способствовали незаконно указанное строительство. В крае по состоянию в том году было возбуждено порядка 200 уголовных дел, из них только 170 в отношении недобросовестных застройщиков, большая часть которых находится в настоящей подстраже, а также уже уголовные дела расследуются в судах. По каждому незаконному объекту, в котором уже проживают люди, есть зарегистрированные права на собственность, будет составлено мировое соглашение с мэрией курорта. Мэрия готова отказаться от сноса самостроя, но при условии, что эти дома безопасные и отвечают необходимым нормам. С инициативными группами мы оговорили условия. Прежде всего условие одно и главное. Должно быть заключение о безопасности. Второе – это то, что должны быть выполнены параметры зоны ОЦ, то есть не более 12 метров 60 сантиметров. И третье, что немаловажно, чтобы в мировом соглашении было указано решение о том, что застройщик в обязательном порядке возьмет технические условия и обязательно их выполнит. Речь идет о многоквартирных домах, которые были возведены с разрешением на строительство ИЖС или даже вовсе без какой-либо разрешительной документации. Факт нарушения градостроительных норм выявлялся сотрудниками администрации на самых ранних этапах строительства и сразу же подавались иски о сносе. Но пока шли судебные тяжбы, появлялись обманутые покупатели. Теперь у них появилась надежда все-таки получить свои квадратные метры. Процедура мирового соглашения проста. Застройщик прописывает в нем все сроки и обязательства для того, чтобы дом был комфортно и безопасным для проживания. Обращается с этим письмом в администрацию города. Затем в течение 30 дней в рамках судебного заседания это мировое соглашение будет подписано. Тем же застройщикам, по которым суды завершены, придется опять открывать дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Речь идет именно о заселенных объектах, где люди успели в перерывах между судами зарегистрировать право собственности. По всем другим самостроям лишения о сносе остаются в силе и будут исполнены. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. В станице Медведовская появится новая котельная, а в поселке Красный Октябрь построят офис врача общей практики. Проблемы, которые длились годами, решились на личном приеме граждан у губернатора. На встречу с Вениамином Кондратьевым пришли 6 человек. Это и жители крупных городов, и небольших поселков. На что еще жаловались люди, расскажут наши краснодарские коллеги. Открытый вид на реку, тихий парк рядом, делает этот участок земли в Краснодаре лакомым куском для застройщиков жилой недвижимости. Несмотря на то, что места немного, а вокруг уже стоят 20-ти этажки, арендатор площадки намерен возвести еще один дом. Жители улицы Кубанская такое соседство не радуют. Здесь и так проживают больше 4 тысяч человек. Но нет ни детского сада, ни комфортных зон отдыха. Активисты обратились к главе региона не допустить строительства бетонной свечки. От имени тысяч людей на прием граждан к губернатору пришла Жанна Скубак. Данная земля планируется для постройки многоквартирного дома. И здесь мы уже, конечно, стали бить тревогу, мы стали интересоваться, как вообще можно облагородить эту территорию, что можно сделать для того, чтобы вот в этом кольце жители, выходя и смотря в окно, видели хорошую детскую площадку, какую-то зеленую территорию, ну, облагоустроенную территорию, на которую приятно смотреть. Главе региона девушка показывает на схеме плотность застройки во дворе. Вениамин Кондратьев согласен, еще один дом здесь выглядит лишним. Лучше на участке сделать общественные пространства или поставить социальные объекты. Там сегодня можно строить высотку, либо нет. Либо нет. Потому что мы уловили еще. Нельзя строить. Град документации строить нельзя. Потому что там три разные территориальные зоны. Позиция мэра ясна. Мною максимально поддерживается для того, чтобы людям было комфортно жить уже там, где они сегодня живут. И плотность застройки должна быть соразмерная с комфортом жизни людей. Соразмерная. И исходить мы будем из принципа комфорта. Зеленые зоны, детский сад, школа, поликлиника. Евгений Алексеевич, здесь вопрос разрешается сам собой. Вступайте в переговоры с этим застройщиком. Чтобы не вводить его в убытки. Потому что если он купил в надежде. Но у меня совесть чиста. И у вас. Если все-таки правила землепользования застройки не позволяли ему строить здесь высотки. Вот если они ему не позволяли, то мы, коллеги, мы не обижаем здесь строителей, застройщиков, инвесторов. Как, чем мы можем компенсировать, как мы с ним можем договориться, чтобы потом вот эту территорию максимально отдать под благоустройство, либо иные социальные нужды, но тех людей, которые там проживают. Чаще всего жители региона жалуются на жилищно-коммунальные услуги. В некоторых населенных пунктах износ сети достигает 70%. Например, в станице Медведовской местные жители, можно сказать, попали в ловушку. Крупное предприятие, которое за счет собственных ресурсов обеспечивало людей теплом, оказалось в сложном экономическом положении. Что делать дальше, неясно. Несколько лет на территории Медведовского сельского поселения прекратил свою действенность Медведовский мясокомбинат. На его территории находится котельная, которая обслуживает более 20 многоквартирных жилых домов и детский сад. И хотелось бы попросить помощи по поводу строительства данной котельной на территории нашего поселения. Бытовые условия людей не должны зависеть от какой-либо внешней конъюнктуры, обратил внимание главы Тимошевского района губернатор. Конечно, в станице необходимо собственная новая котельная. Также до конца года начнут строительство полуторакилометрового участка теплотрассы. Вы просили бы вашей поддержки в работе нашей с Минтеком Краснодарского края в диалоге с Межрегионгазом. Потому что мы вступили в диалог, нам было предложено найти лимиты. Мы свои лимиты, Вениамин Иванович, с наших котельных нашли, ну, 72 куба, а нужно 600. И тогда мы к 2020 году с новой котельной, с новой теплотрассой... Если я правильно понял, что эту зиму мы перезимуем в рамках существующей котельной, которая принадлежит сегодня Медлёдовскому мясокомбинату, а кто сегодня собственником-то стал? Контакт с собственником есть сегодня, установленный? Так точно, Вениамин Иванович, есть. Он конструктивный, он способствует тому, чтобы сегодня максимально они чувствовали, понимали, в том числе и социальную ответственность перед жителями того района, в первую очередь, где они будут заниматься бизнесом. Потому что мы с уважением относимся к любым инвестициям, к инвесторам. Обременять их жилищно-бытовыми проблемами нашими не совсем правильно, потому что бизнес должен заниматься бизнесом. А жилищно-бытовые проблемы жители мы должны решать. После приёма граждан у губернатора сразу решилась и проблема жителей посёлка Красный Октябрь. Там давно не ремонтировался фельдшерско-акушерский пункт. Теперь вместо него появится современный офис врача общей практики. А в станице Степной Приморско-Ахтарского района люди просят восстановить местный дом культуры. Он буквально разрушается на глазах, рассказывает Наталья Вихрева. Здание построено в 1977 году, но в последнее время за ним никто не ухаживал. Такое его сегодняшнее состояние. Реально. Есть уже проект каких-либо работ. Были приглашены специалисты, которые дали предварительное заключение экспертизы о том, что не видят целесообразности капитального ремонта этого здания по причине его ветхости. Идея построить новое, хороша, но зачем ещё? У муниципалитета есть деньги? У муниципалитета денег нет. Построить новое, взять вот так, это для бюджета Крыбова непредвиденные расходы. Мы не можем допускать непредвиденные расходы, потому что мы тогда не хозяева. Поэтому сегодня, сегодня надо посчитать, сколько обойдётся нам строительство нового клуба только реально под ключ. И сколько нам обойдётся реконструкция или капитальный ремонт сегодняшнего клуба и тоже под ключ. Только должны сделать профессионалы. Должно быть две сметы. Мы ситуацию проинобизировали. Я думаю, через месяц глава района будет в курсе. Максим Владимирович с вами свяжется и обозначит путь, по какому мы пойдём. Но какой-то один из двух путей будет. Все озвученные сегодня на приёме граждан вопросы сразу занесли в протокол. Это значит, что теперь каждый из них будет тщательно контролироваться, пока проблема не решится. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Артём Тумарь, Михаил Власенко, Кубань-24, Краснодар. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 19 июня в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днём 26, 28 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 24. Компания «Соу» приглашает на выставку бьюти-инновации, ювелирных изделий и моды «Территория красоты» и фестиваль народных мастеров и художников России. С 20 по 23 июня «Жемчужина». Вход свободный. С компаниями-перевозчиками, не поменявшими автобусы на новые, администрация Сочи расторгнет контракты. Такое заявление сделал глава города Анатолий Пахомов на совещании с руководителями транспортных предприятий курорта. В первую очередь это касается двух компаний «Трасса» и «Транссервис-6», в которых до сих пор почти половина автобусов не заменены на новые. А ведь перевозчики, выигравшие тендер, обязаны были полностью обновить подвижной состав к началу курортного сезона. Если вы не закрыли, не выполните договорные отношения, которые были определены конкурсным производством, ну, конкурсом, мы у вас летим маршрут и будем забирать. Ты же подписываешь документ, контракт подписываешь, надо же его читать. Если ты его подписываешь, ты должен его выполнять. Конечно. А если ты не выполнил? Как может не выполнять? Вообще человек, что не думает о том, что мы будем расторгать отношения? Всего в городе автопарк коммерческих перевозчиков обновлен на 70%. Предстоит заменить еще порядка 200 автобусов на пяти предприятиях. Основные претензии к машинам это отсутствие кондиционеров и необходимого оборудования для маломобильных граждан. Сейчас глава поставил задачу уже в судебном порядке разобраться с теми перевозчиками, которые не успели к 1 июня обновить подвижной состав. И, конечно, мы сейчас это будем делать максимально быстро и жестко. Судебное решение позволит передать маршруты более ответственным перевозчикам. А проштрафившимся компаниям надолго закроют доступ к государственным контрактам. В целом же впереди у автотранспортных предприятий не только обновление подвижного состава. Сейчас активно внедряется система безналичной оплаты проезда. Договоры уже заключены. Началось оборудование автобусов терминалами. Также осенью планируется выпуск единой транспортной карты «Пальма». В Сочи станет больше улиц, на которых будут делать влажную уборку. Такое поручение сегодня дал глава города на еженедельной планерке. В целом, чиновники сегодня обсудили текущую ситуацию на курорте, в том числе решили, как побороть незаконную торговлю. Подробности у Инги Габешия. В Сочи началась жара, поэтому городским улицам предписана регулярная влажная уборка, подчеркивает мэр. Есть ли в городе утренняя прохлада и, разумеется, соблюдаются ли чистота и порядок, Пахомов будет проверять лично, ежедневно, в каждом микрорайоне. Составлен уже и график. С 8 до 10 утра глава города будет инспектировать улицы Сочи. В районах в обязательном порядке ночью мы все дороги должны помыть. Тем более, сейчас очень жарко. Помыть, я повторяю, тротуары должны быть вымыты, дороги, проезжая часть. Это мое требование. Значит, сейчас, если не хватает техники у подрядчиков, заключайте договорные отношения с ДРСУ. Я крайне пока сейчас недоволен тем, что происходит. И ссылки на то, что это сыпется листва очень сильно, и мы ее не успеваем убирать, это не отговорка. Пройдите по улицам, откройте глаза, зайдите во дворы и поймете, что во дворах должна быть чистота, на улицах должно быть чисто. Повторяю, у каждого двора и у каждого дома есть управляющая компания. И задача управляющей компании входит, чтобы они каждый день действительно содержали дворы. Девиз следующих семи дней – пыль долой. Задача ответственных за уборку города – навести идеальную чистоту. В противном случае дело дойдет и до увольнений, подчеркивает мэр. Обсудили сегодня на планерке и незаконную деятельность в торговой и экскурсионной отраслях. В первом случае нарушителей просто будут отключать от света и воды. И в первую очередь тех, кто открыл ларьки на участках под ИЖС. А вот инспекторов ГИБДД глава города просит обратить пристальное внимание на экскурсионный транспорт, в том числе джипинг. Правоохранителям город готов предложить ей свою помощь в лице дружинников и казаков. Мы к вашим услугам. Тоже управление по курортам вам даст дислокацию. Постоянно надо их контролировать перед выпуском. Смотреть, наведем там порядок. Потому что по большому счету вы как-то самоустранились от этого дела. Но действительно нелегальных у нас автобусов очень много. Особенно из Абхазии. Правильно говорю? Правильно. Также под особый контроль необходимо взять вывоз мусора и состояние городских пляжей. Туда глава города также отправится с инспекционным визитом. Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи пройдет Спартакеада среди нацобщин. Об этом сообщили на очередном заседании Совета национальных объединений города. В Сочи уже много лет проводят футбольный турнир среди диаспор. В этом году решили провести соревнования по различным спортивным дисциплинам. В Спартакеаду планируют включить не только игровые виды спорта, но и национальные. Постараемся, чтобы кроме межнационального футбола мы показали национальную борьбу. У нас, например, у татар и башкир есть своя национальная борьба, на своих праздниках часто ее показывают. Спартакеаду планируют провести осенью. Также на совещании обсудили вопросы безопасности в курортный сезон. Этнические объединения города в вопрос обеспечения общественного порядка всегда вносят ощутимый вклад, отметил Анатолий Пахомов. Мы многонациональный город, но живем мы с вами в дружбе, в любви к друг другу, уважении. Это очень хорошо. Нас сегодня волнует то, что гости приезжают и на работу новые, и, конечно, на отдых. И здесь роль каждой диаспоры очень велика. Мы знаем, где компактно размещаются гости, где компактно размещаются те, которые приехали на работу. В обязательном порядке нужно повстречаться и объяснить правила игры, что мы живем по добру, по здорову, все у нас нормально. Также мэр Сочи предложил в ближайшее время провести в городе этнофестиваль, показать сочинцам и туристам со всей страны самобытную культуру народов, проживающих в городе, а их более сотни. А в Совет национальных объединений курорта сегодня входит 37 общин. Сочинский симфонический оркестр завершает сезон в Зимнем театре и в органном зале состоятся 19 и 21 июня два концерта. Об этом рассказал художественный руководитель коллектива Антон Лубченко. 19 июня в Зимнем театре концерт Шостакович Свиридов-Гаврилин. Сочинский симфонический оркестр исполнит 13 симфонию Шостаковича Бабий Яр. Приглашен солист гамбургской оперы Владимир Байков. По просьбам слушателей еще раз прозвучат военные письма Валерия Гаврилина. Мужскую партию споет солист Мариинского театра Владимир Мороз, а в женской солирует Мария Пахарь из Москвы. Прозвучат также произведения Георгия Свиридова. А 21 июня в Зале органной и камерной музыки концерт под названием «Русская музыка». Откроет вечер музыка Николая Метнера, а продолжится он знаменитой первой симфонии Василия Калинникова. Таким образом завершится концертный сезон. Музыканты вернутся к своему зрителю через два месяца. Мы откроем сезон 30 августа выступлением Алексея Болодина. Это один из самых востребованных сегодня музыкантов мира. Так, во всяком случае, пишут на многих сеградных сайтах, в том числе на сайте Большого симфонического оркестра Чайковского. В целом этот сезон был очень насыщенным для Сочинского оркестра, а музыканты участвовали в различных крупных проектах, в том числе записали музыку к Берлинской выставке и российскому фильму. В арт-галерее Александрия открылась выставка Натальи Кулик и Марины Баталовой. Это творческий союз двух художниц, которые на суд зрителя представляют свои работы, посвященные природе, а именно морю и цветам. Наталья Кулик известный в Сочи фотограф. Рисование – это ее хобби, которое также переросло в любимую работу. Наталья любит море, а потому большая часть ее работ посвящена именно этой непостоянной стихии. Морские сюжеты Наталья пишет маслом. Пейзажи могут не только украсить любой интерьер, отмечает художница, но и открыть тайный смысл, передать послание внимательному исследователю. Утром это лазоревый цвет, вечером это какие-то насыщенные такие морские оттенки. Опять же, тут же подключается небо, тут же подключается пена, алмазы, брызг. Я очень люблю море, очень люблю состояние воды, как оно меняется, как это все происходит. И все это, конечно, воплощаю в своих картинах. Эта выставка женская. Мы представляем, я саму себя, Наталья Кулик, и Марина Баталова. Мы две женщины-художницы. Мы любим море, мы любим цветы, мы любим Сочи. Мы всех приглашаем и ждем. Первое, что я хочу сделать, это поблагодарить Маргиева Анатолия Дианозовича, директора торгового центра «Александрия», за, конечно, предоставленную возможность сделать здесь подобную выставку. Страсть Марины Баталовой – это цветы. Художнице удается отразить их нежность, их хрупкость. Ее картины вполне могут конкурировать с работами известных художников. Чтобы люди чувствовали какую-то приятную энергетику, любовались этими работами. Мы же не для себя их пишем. Собственно говоря, это наше выражение через живопись для нашего любимого клиента, для нашего ценителя творчества. Вообще, я люблю любую живопись, я пробую что-то, какие-то декоративные работы, это работы с поталью, с текстурными пастами, акриловые заливки. То есть, я такой разносторонний человек достаточно. На выставке картин Натальи Кулик и Марины Баталовой можно не только полюбоваться сочетанием точности и мягкости линий, но и самим побыть в роли художника. В распоряжении гостей палитра, кисти и фотозона. Выставка будет работать, пока она будет интересна зрителю. Авторы обещают периодически обновлять ее. Ценители искусства приглашают в торговый центр Александрия, третий этаж. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях Radist на 56-й кнопке и телепакетах Beeline на 76-й, а также в социальных сетях в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Всем пока!